Лучшие работники предприятий и организаций Среднего Урала награждены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области в числе награжденных и работник комбината «Урал-Азбест». Торжественное собрание состоялось в преддверии праздника «Весны и труда». Награды уральцам по поручению Евгения Куйвышева вручил вице-губернатор Павел Креков. Почетными грамотами главы региона были отмечены лучшие работники предприятий и организаций Среднего Урала. Среди награжденных и машинист-экскаватор комбината «Урал-Азбест» Сергей Напольских. Кроме того, работники еще нескольких предприятий и организаций, в числе которых машиностроительный завод имени Калинина, Ростелеком, Уральский приборостроительный завод и другие, были награждены благодарственными письмами главы региона. Уральцы умеют работать, и мы горды тем, что наш регион вносит весомый вклад в развитие России, в укрепление силы и безопасности нашей страны. В этом году мы отмечаем столетие Уральского профсоюзного движения. Сто лет уральские профсоюзы стоят на страже интересов трудящихся региона, защищают законные права свердловча. О торжественном приеме в честь праздника «Весны и труда» собрались не только лучшие работники предприятий и организации Сыровской области, но и представители уральских трудовых династий. Их также поздравила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что жители нашего региона, как и всей страны, даже в непростой внешнеэкономической обстановке, продолжают трудиться на благо родного края, добиваясь существенных успехов и результатов. Наша страна, несмотря ни на какие внешние вызовы, также продолжает трудиться, объединив все усилия и трудовых коллективов, и органов власти. И не могу не отметить, что вся более чем 80-летняя история нашей страны связана с становлением промышленности. Не могу не отметить, что открытое акционерное общество «Уральский азбестовый горнобогатительный комбинат», который во все бюджеты и небюджетные фонды перечислил в 2017 году более 1,4 млрд рублей и 700 млрд направил на решение социальных вопросов, 80 млрд на благотворительную деятельность. Также в рамках торжественного собрания председатель Федерации профсоюзов Сыровской области Андрей Витлушских отметил, что традиционная первомайская демонстрация в этом году пройдет под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику». А мероприятия, посвященные столетию профсоюзного движения на Урале, будут проходить в городах и селах нашего региона весь год.